Петр Ершов Зачинается рассказ от Ивановых проказ И от Сивка, и от Бурка, и от Вещего Каурка Козы на море ушли, горы лесом поросли Конь с злоты узды срывался, прямо к солнцу поднимался Лес стоячий под ногой, сбоку облак громовой Ходит облак и сверкает, гром по небу рассыпает Это присказка Пожди Сказка будет впереди Как на море Океане и на острове Буяне Новый гроб в лесу стоит В гробе девица лежит Соловей над гробом свищет Черный зверь в дубраве рыщет Это присказка А вот сказка чередом идет Ну так, видитель миряния, православный христианин Наш удалый молодец Затесался во дворец При конюшне царской служит и нисколько не потужит Он о братьях, об отце в государевом дворце Да и что ему до братьев? У Ивана красных платьев, красных шапок, сапогов, чуть не десять коробов Ест он сладко, спит он столько, что раздолье, да и только Вот неделей через пять Начал спальник примечать Надо, мол, ведь этот спальник до Ивана был начальник Над конюшней, над всей из боярских слыл детей Так не диво, что он злился на Ивана И божился хоть пропасть, а пришлица потурить вон из дворца Но, лукавство сокрывая, он для всякого случая Притворился плут глухим Близоруким и немым Сам же думает Постой-ка, я тебя двину, не умой-ка Так недели через пять Спальник начал примечать Что Иван коней не холит И не чистит, и не школит Но при всем том два коня Словно лишь из-под гребня Чисто-начисто обмыты Гривы в косы перевиты Челки собраны в пучок Шерсть, ну, лосница, как шелк В стойлах свежая пшеница Словно тут же и родится И в чинах больших сыта Будто только налита Что за притча тут такая Спальник думает, вздыхая Уж не ходит ли постой к нам проказник домовой Дай-ка я подкараулю А не что, так я и пулю Не смигнув, умею слить Лишь бы дур не уходить Донесу я в думе царской Что конюший государский Басурманин, ворожей, чернокнижник И злодей Что он с бесом хлеб-соль водит В церковь божию не ходит Католитский держит крест И постами мясо ест В тот же вечер Этот спальник Прежних конюших начальник В стоил и спрятался тайком И обсыпался овсом Вот и полночь наступила У него в груди заныло Он ни жив, ни мертв лежит Сам молитвы все творит Ждет суседки Чу? В самом деле Двери глухо заскрипели Кони топнули И вот Входит старый коновод Дверь задвижкой запирает Шапку бережно скидает На окно ее кладет И из шапки той берет В три завернутой тряпицы Царский клад Перо жар птицы Свет такой тут заблистал Что чуть спальник не вскричал И от страху так забился Что овес с него свалился Но суседки невдомек Он кладет перо в сусек Чистить коней начинает Умывает, убирает Гривы длинные плетет Разные песенки поет А меж тем, свернувшись клубом Поколачивая зубом Смотрит спальник чуть живой Что тут деет домовой Что за бес Ничто нарочно Приорядился плут полночный Нет рогов, ни бороды Рыжий парень Хоть куды Волос гладкий Сбоку ленты На рубашке позументы Сапоги какал Софьян Ну точнехонько Иван Что за диво Смотрит снова наш глазей На домового Эй, так вот что Наконец проворчал себе хитрец Ладно, завтра ж царь узнает Что твой глупый ум скрывает Подожди лишь только дня Будешь помнить ты меня А Иван совсем не знает Что ему беда такая угрожает Все плетет Гривы в косы Да поет А убрав их В оба чана Нацедил сыты медвяной И насыпал дополна Белоярова пшена Тут зевнув пирожар птица Завернул опять в тряпицы Шапку под ухо И лег У коней близ задних ног Только начало зариться Спальник начал шевелиться И услыша, что Иван Так храпит, как Яруслан Он тихонько вниз слезает И к Ивану подползает Пальцы в шапку запустил Хват перо И след простыл Царь лишь только пробудился Спальник наш к нему явился Стукнул крепко по лбам И запел царю потом Я с повинной головой Царь явился пред тобою Не вели меня казнить Прикажи мне говорить Говори не прибавляя Царь сказал ему зевая Если ж ты-то будешь брать То кнута не миновать Спальник наш, собравшись силой Говорит царю Помилуй, вот те истинный Христос Справедлив мой царь донос Наш Иван-то всякий знает От тебя отец скрывает Но ни зла-то, ни сребро Жароптицево перо Жароптицево? Проклятый! И он смел Такой богатый Погодишь ты, злодей Не минуешь ты плетей Да и то ли еще он знает Спальник тихо продолжает Изогнувшись Добро! Пусть имел бы он перо Да и самую жарптицу Во твою отец светлицу Коль приказ изволишь дать Похваляется достать И доносчик с этим словом Скручась обручем толовым Ко кровати подошел Подал клад И снова в пол Царь смотрел и дивовался Гладил бороду Смеялся Искусил пера конец Тут, уклав его в ларец Закричал от нетерпения Подтвердив свое веление Быстрым взмахом кулака Гей! Позвать мне! Дурака! И посыльные дворяна Побежали до Ивана Но, столкнувшись в углу Растянулись на полу Царь тем много любовался И до колотья смеялся А дворяна, усмотря что смешно То для царя Меж собой перемигнулись И вдруг гореть растянулись Царь тем так доволен был Что их шапкой наградил Тут посыльные дворяна Вновь пустились звать Ивана И на этот уже раз Обошлись и без проказ Вот конюшни прибегают Двери настишь отворяют И ногами дурака Ну толкать во все бока С полчаса над ним возились Но его не добудились Наконец уж рядовой Разбудил его метлой Что за челядь тут такая Говорит Иван вставая Как хвачу я вас бичом Так не станете потом Без пути будить Ивана Говорят ему дворяна Царь изболел приказать Нам тебя к нему позвать Царь Ну ладно Вот срежуся И тотчас к нему явлюся Говорит послам Иван Тут надел он свой кафтан А пояской подвязался Приумылся Причесался Кнут свой сбоку прицепил Словно утица поплыл Вот Иван к царю явился Поклонился Подбодрился Крякнул дважды И спросил А по что меня будил? Царь прищурясь глазом левым Закричал к нему со гневом Приподнявшись Молчать Ты мне должен отвечать В силу коего указа Скрыл от нашего ты глаза Наше царское добро Жароптицево перо Что я? Царь Али боярин? Отвечай сейчас Татарин Тут Иван махнув рукой Говорит царю Постой Я те шапки ровно не дал Как же ты о том проведал? Что ты ажно ты пророк? Ну да что Сади вас строк Прикажи сейчас Хоть в палки Нет пера Да и шабалки Отвечай же Запарю Я тебе толком говорю Нет пера Да слышь откуда Мне достать такое чудо? Царь с кровати тут вскочил И ларец Первого случаю Я вину тебе прощаю Царь Ивану говорит Я помилуй бог Сердит Из сердцов Иной порою Чуб сниму И с головою Так вот Видишь я каков Но сказать без дальних слов Я узнал Что ты Жарптицу В нашу царскую светлицу Если вздумал Приказать Похваляешься Достать Ну смотришь Не отпирайся И достать ее Старайся Тут Иван Волчком вскочил Я того не говорил Закричал он Утираясь Опере не запираюсь Ну а птицы Как ты хочешь Ты на праслину ведешь Царь Затрясся бородою Что? Рядиться Мне с тобою Закричал он Ну смотри Если ты Недели в три Не достанешь мне Жарптицу В нашу царскую светлицу То клянусь А бородой Ты поплатишься Со мной Направешь В решетку Накол Вон холоп Иван заплакал И пошел На сеновал Где конек Его лежал Горбунок Его почуя Дрягнул Было плясовую Но как слезы Увидал Сам чуть-чуть Не зарыдал Что Иванушка Не весел Что головушку Повесил Говорит ему Конек У него Вертяся ног Не утайся Предо мною Все скажи Что за душой Я помочь тебе Готов Аль мой милый Нездоров Аль попался К лиходею Пал Иван Коньку на шею Обнимал И целовал Ох беда Конек Сказал Царь велит Достать Жарптицу В государскую Светлицу Что мне делать Горбунок Говорит ему Конек Велика беда Не спорю Но могу Помочь Я горю От того Беда твоя Что не слушался Меня Помнишь Ехав в град Столицу Ты нашел Перо Жарптицы Я сказал тебе Тогда Не бери Иван Беда Много Много Непокою Принесет Оно Собою Вот Говорит 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 ему Открыто Надо Царь Мне Два Корыта Белоярова Пшена До Заморского Вина Довели Поторопиться Завтра Только Зазарится Мы Отправимся В поход Царь Этот час Приказ Дает Чтоб Посыльные Дворяна Все Сыскали Для Ивана Молодцом Его Назвал И Счастливый Путь Сказал На другой День Утром Рано Разбудил Конек Ивана Гей Хозяин Полно Спать Время Дела Исправлять Вот Иванушка Поднялся В путь Дорожку Собирался Взял Корыто И пшено И заморское Вино Потеплее Приоделся На коньке Своем Уселся Вынул Хлеб Ломоток И поехал На восток Доставать Тое Жар Птицу Едут Целую Седмицу Напоследок В день Осьмой Приезжают В лес Густой Тут Сказал Конек Ивану Ты Увидишь Здесь Поляну На поляне Той Гора Вся Из чистого Сребра Вот сюда Та До зорницы Прилетают Жары Птицы Из ручья Воды Испить Тут И Окончив Речь К Ивану Выбегает На поляну Что За поле Зелень Тут Словно Камень Изумруд Ветерок Над Нею Веет Так Вот Искорки И сеет А по Зелени Цветы Несказанной Красоты А на Той Или На поляне Словно Вал На Океане Возвышается Гора Вся Из чистого Сребра Солнце Летними Лучами Красит Всю Ее Зарями В сгибах Золотом Бежит На верхах Свечой Горит Вот Конек По косогору Поднялся На эту гору Версту Другу Пробежал Устоялся И сказал Скоро Ночь Иван Начнется И тебе Стереть Придется Ну В корыту Лей вино И с вином Мешай Пшено А чтоб Быть тебе Закрыту Ты Под то Подлезь Корыто В тихомолку Примечай Да смотри Же Не зевай До восхода Слыжи Зарницы Прилетят Сюда Жар птицы И начнут Пшено Клевать Да по своему Кричать Ты Которая Поближе И схвати Ее Смотри А поймаешь Птицу Жар И кричи На весь Базар Я тут Сейчас К тебе Явлюся Ну А если Обожгуся Говорит Коньку Иван Расстилая Свой Кафтан Рукавички Взять Придется Чай Плутовка Больно Жгется Тут Конек Из глаз Исчез А Иван Кряхтя Подлез Под дубов И корыто И лежит Там Как Убитый Вот Полночную Порой Свет Разлился Над горой Будто Полдни Наступают Жары Птицы Налетают Стали Бегать И кричать И пшено С вином Клевать Наш Иван Иван От них Закрытый Смотрит Птицы Из-под Корыто И толкует Сам С собой Разводя Вот так Рукой Тьфу ты Дьявольская Сила Эких Дряней Привалила Чай Их тут Десятков Спять Как бы Всех Переимать То-то Было Бы Поживый Неча Молвить Страх Красивый Ножки Красные У всех А хвосты Сущий Сверх Чай Таких У куриц Нету А уж Сколько Парень Свету Словно Батюшкина Печь И Скончав Такую Речь Сам С собой Под лазейку Наш Иван Ужом Да Змейкой Копшену С вином Подполз Хвать Одну Из птиц За хвост Ой Конечек Горбуночек Прибегай Скорей Дружочек Я ведь Птицу Ты Поймал Так Иван Дурак Кричал Горбунок В этот час Явился Ай Хозяин Отличился Говорит Ему Конек Ну Скорей Ее В мешок Да Завязывай Туже А мешок Привесь На шею Надо Нам В обратный Путь Нет Дай Птиц То Мне Пугнуть Говорит Иван Смотри Ка Вишь Надселися От Крика И Схвативший Свой Мешок Хлещет Вдоль И Поперек Ярким Пламенем Сверкая Встрепенулась Вся Стая Кругом Огненным Свелась И За тучи Понеслась А Иван Наш Вслед За ними Рукавицами Своими Так и Машет И Кричит Словно Щелоком Облит Птицы В тучах Потерялись Наши путники Собрались Уложили Царский Клад И Вернулись Назад Вот Приехали В столицу Что Достал ли ты Жарптицу Царь Ивану Говорит Сам На спальниках Глядит А уж Тот Ничто От скуки Искусал Себе Все руки Разумеется Достал Наш Иван Царю Сказал Где Ж Она Постой Немножко Прикажи Сперва Окошко В почивальне Затворить Знашь Чтоб Темень Затворить Тут Дворяна Побежали И окошко Затворяли Вот Иван Мешок На стол Ну-ка Бабушка Пошел Свет Такой Вдруг Тут Разлился Что Весь Двор Рукой Закрылся Царь Кричит На весь Базар Ах Ти Батюшки Пожар Эй Решеточных Зывайте Заливайте Заливайте Это Слышь Ты Не Пожар Это Свет От Птицы Жар Мол Вил Ловчий Мря Со смеху Надрывайся Потеху Я привез Тебя Сударь Говорит Иван Царь Вот Люблю Дружка Ванюшу Взвеселил Мою Ты душу И на радости Такой Будь же Царский Стременной Это Видя Хитрый Спальник Бывший Конюших Начальник Говорит Себе Под нос Нет Постой Молокосос Не Всегда Тебе Случится Так Канальский Отличится Я Тебе Снова Подведу Мой Дружочек Подбеду Через Три Потом Недели Вечерком Одним Сидели В царской Кухне Повара И служители Двора Подпевали Мед Из Жбана Дочитали Яруслана Эх Один Слуга Сказал Как Сегодня Я достал От соседа Чудо Книжку В ней Страниц Не так Чтоб Слишком Да и Сказок Только Пять А уж Сказки Вам Сказать Так Не Можно Надивиться Надо Ж Вот смотрите Первая Сказка О Бобре А вторая О Царее Третья Дай Бог Память Точно О Боярине Восточной Вот Четвертой Князь Бобыл В пятой В пятой Эх Забыл В пятой Сказке Говорится Так В уме Вот и вертится Ну да брось Ее Постой А красотки Что ли Какой Точно В пятой Говорится О прекрасной Царь Девице Ну Которую Ж друзья Расскажу Сегодня я Царь Девицу Все кричали О царях Мы уж Слыхали Нам красоток То скорее Их и слушать Веселей И слуга Усевшись Важно Стал Рассказывать Про тяжно У далеких Немских Стран Есть Ребята Океан Потому Кому Ли Океану Ездят Только Басурманы С православной И на гусельцах Немножко Царь С кровати Закричал Хитрый Спальник Отвечал Мы сегодня В кухне Были За твое Здоровье Пили А один Из Дворских Слуг Нас Забавил Сказкой Вслух В этой Сказке Говорится О прекрасной Царь Девице Вот Вот Твой Царский Стременной Поклялся Твоей Бродой Что Он Знает Эту Птицу Так Он Назвал Царь Девицу И Ее Изволишь Знать Похваляется Достать Спальник Стукнул Оп Пол Снова Гей Позвать Мне Стременного Царь Посыльным Закричал Спальник Тут За печку Встал А посыльные Дворяна Побежали По Ивана В крепком Сне Его нашли И в рубашке Привели Царь Так Начал Речь Послушай На тебя Донос Ванюша Говорят Что Вот Сейчас Похвалялся Ты Для Нас Отыскать Другую Птицу Сирич Молвить Царь Девицу Что Ты Что Ты Бог С тобой Начал Царский Стременной Часть Просонков Я толкую Штуку Выкинул Такую Да Хитри Себе Как Хош А Меня Не Проведешь Царь Затряжша Бородою Что Рядиться Мне С тобою Закричал Он Ну Смотри Если Ты Недели В Девицу В нашу Царскую Светлицу То Клянусь Бородой Ты Поплатишься Со мной Направешь В решетку Накол Вон Холоп Иван Заплакал И пошел На сеновал Где Конек Его Лежал Что Иванушка Не весел Что Головушку Повесил Говорит Ему Конек Аль Мой Милый Занемок Аль Попался К лиходею Пал Иван Коньку На шею Обнимал И целовал Ох Беда Конек Сказал Царь Велит Свою Светлицу Мне достать Слышь Царь Девицу Что Мне делать Горбунок Говорит Ему Конек Велика Беда Не спорю Но могу Помочь Я горю От того Беда Твоя Что Не слушался Меня Но Сказать Тебе По дружбе Это Службишка Не Служба Служба Брат Все Впереди Ты К царю Теперь Пади И скажи Ведь Для поимки Надо царь мне две ширинки Шитой золотом шатер До обеденный прибор Весь заморского варенья И сластей Для прохлаждения Вот и вам к царю идет И такую речь ведет Для царевненной поимки Надо царь мне две ширинки Шитой золотом шатер До обеденный прибор Весь заморского варенья И сластей Для прохлаждения Вот давно бы так, чем нет Царь с кровати дал ответ И велел, чтобы дворяна все сыскали для Ивана Молодцом его назвал и счастливый путь сказал На другой день, утром рано Разбудил конек Ивана Эй, хозяин, полно спать Время дела исправлять Вот Иванушка поднялся, в путь дорожку собирался Взял ширинки и шатер, дообеденный прибор Весь заморского варенья И сластей для прохлаждения Все в мешок дорожный склал и веревкой завязал Потеплее приоделся, на коньке своем уселся Вынул хлеба ломоток и поехал на восток По Таёле царь делится Едут в целую седмицу Напоследок в день осьмой Приезжают в лес густой Тут сказал конек Ивану Вот дорога к океану И на нём-то круглый год так красавица живёт Два раза она лишь сходит с океана И приводит долгий день на землю к нам Вот увидишь завтра сам И окончив речь к Ивану Выбегает к океану На котором белый вал Одинёшень гулял Тут Иван с конька слезает А конёк ему вещает Ну, раскидывай шатёр На ширинку ставь прибор из заморского варенья И сластей для прохлаждения Сам ложись за шатром Да смекай себе умом Видишь, шлюпка вон мелькает То царевна подплывает Пусть в шатёр она войдёт Пусть покушает, попьёт Вот как в гусли заиграет Знаю, уж время наступает Ты тотчас в шатёр вбегай Ту царевну захватай И держи её сильнее Да зови меня скорее Я на первый твой приказ Прибегу к тебе как раз И поедем Да смотри же, ты гляди за ней поближе Если ж ты её проспишь Так беды не избежишь Тут конёк из глаз сокрылся За шатёр Иван забился И давай дыру вертеть Чтоб царевну подсмотреть Ясный полдень наступает Царь-девица подплывает Входит с гуслями в шатёр И садится за прибор Хм Так вот-то, царь-девица Как же в сказках говорится Рассуждает стременной Что куда красна собой Царь-девица, что за дива Это вовсе не красиво И бледна-то, и тонка Чай в обхват-то три вершка А ножонка-то, ножонка Тьфу ты, словно у цыплёнка Пусть полюбится кому Я и даром не возьму Тут царевна заиграла И столь сладко припевала Что Иван, не зная как Прикорнулся на кулак И под голос тихий, стройный Засыпает преспокойно Запад тихо догорал Вдруг конёк над ним заржал И, толкнув его копытом Крикнул голосом сердитым Спи, любезный до звезды Высыпай себе беды Не меня ведь вздёрнут на кол Тут Иванушка заплакал И рыдача спросил Чтоб конёк его простил Отпусти вину Ивану Я вперёд уж спать не стану Ну уж Бог тебя простит Горбунок ему кричит Всё по праве может статься Только, чур, не засыпаться Завтра, рано поутру К златошвейному шатру Приплывёт опять девица Мёду сладкого напиться Если ж снова ты заснёшь Головы уж не снесёшь Тут конёк опять сокрылся А Иван сбирать пустился Острых камней и гвоздей От разбитых кораблей Для того, чтобы уколоться Если вновь ему вздремнётся На другой день поутру К златошвейному шатру Царь-девица подплывает Шлюпку на берег бросает Входит с гуслями в шатёр И садится за прибор Вот царевна заиграла И столь сладко припевала Что Иванушке опять захотелось поспать Нет, постой же ты, дренная Говорит Иван, вставая Ты вдруг горит, не уйдёшь И меня не проведёшь Тут в шатёр Иван вбегает Косу длинную хватает Ой, беги, конёк, беги Горбунок мой, помоги Вмиг конёк к нему явился Ай, хозяин, отлетился Ну садись же поскорей Да держи её плотней Вот столица достигает Царь к царевне выбегает За белы руки берёт Во дворец её ведёт И садит за стол дубовый И под занавес шелковый В глазки с нежностью глядит Сладкий речи говорит Бесподобная девица Согласися быть царица Я тебя едва узрел Сильной страстью воскипел Соколины твои очи Не дадут мне спать средь ночи И во время белой дня Ох, измучают меня Молви ласковое слово Всё для свадьбы уж готово Завтра ж утром, светик мой Обвенчаемся с тобой И начнём жить припевая А царевна молодая Ничего не говоря Отвернулась от царя Царь нисколько не сердился Но сильнее ещё влюбился На колен пред нею встал Ручки нежно пожимал И боляс и начал снова Молви ласковое слово Чем тебя я огорчил А ли тем, что полюбил О, судьба моя плачевна Говорит ему царевна Если хочешь взять меня То доставь ты мне в три дня Перстень мой из океана Гей Позвать ко мне Ивана Царь поспешно закричал И чуть сам не побежал Вот Иван к царю явился Царь к нему обратился И сказал ему Иван Поезжай на океан В океане том хранится перстень Слышит царь-девица Коль достанешь мне его Задарю тебя всего Я из первой той дороги Волочу на силы ноги Ты опять на океан Говорит царю Иван Как же плут не торопиться Видишь, я хочу жениться Царь со гневом закричал И ногами застучал У меня не отпирайся А скорее отправляйся Тут Иван хотел идти Эй, послушай По пути, говорит ему царица Заезжай ты поклониться В изумрудный терем мой Да скажи моей родной Дочь ее узнать желает Для чего она скрывает По три ночи, по три дня Лик свой ясный от меня И зачем мой братец красный Завернулся в мрак ненастный И в туманной вышине Не пошлет луча ко мне Не забудь же Помнить буду Если только не забуду Да ведь надо же узнать Кто те братец Кто те мать Чтоб в родне-то нам не сбиться Говорит ему царица Месяц, мать мне Солнце, брат Да смотришь В три дня назад Царь жених к тому прибавил Тут Иван царя оставил И пошел на сеновал Где конек его лежал Что Иванушка не весил Что головушку повесил Говорит ему конек Помоги мне, горбунок Вишь, ты вздумал Царь жениться Знашь, на тоненькой царице Так и шлет на океан Говорит коньку Иван Дал мне сроку Три дни только Тут попробовать изволька Перстень дьявольский достать Да велела заезжать Эта тонкая царица Где-то в терем Поклониться солнцу месяцу Притом И спрошать-ка я об чем Тут конек сказать по дружбе Это службишка Не служба Служба все, брат, впереди Ты теперь спать поди А на завтра утром рано Мы поедем к океану На другой день Наш Иван Взяв три луковки в карман Потеплее приоделся На коньке своем уселся И поехал в дальний путь Дайте, братцы, отдохнуть Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok